Здравствуйте, дорогие ребята! Рада приветствовать вас на уроке естествознания. Здравствуйте, ты скажешь человеку. Здравствуй, улыбнется он в ответ. И, наверное, не пойдет в аптеку, и здоровым будет много лет. Как вы думаете, ребята, почему? Верно. Каждый раз, здороваясь, вы желаете здоровья другому человеку. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о том, как беречь наше здоровье. Я предлагаю вам отгадать следующие загадки. Слушайте внимательно, и у вас все получится. Резинка-акулинка пошла гулять по спинке, а пока она гуляла, спинка розовая стала. Да, это мочалка. Перед сном и после сна гигиена всем нужна. Промыв глазки, ушки, губы, очень важно чистить зубы. Всех микробов точно плеткой выгонит зубная щетка. Мягкая, пушистая, беленькая, чистая. В душ его возьму с собой, буду чистый и сухой. Полотенце. Если руки ты запачкал, то оно тебе поможет. Смоет грязь, микробы, сажу. Что это? Назвать кто сможет? Да, это мыло. А теперь, ребята, рассмотрите внимательно еще раз эти картинки и скажите, что у них общего? Что объединяет? Да, все эти предметы относятся к предметам личной гигиены. И сегодня мы с вами на уроке узнаем, что такое личная гигиена, а также, чего боятся микробы. Я предлагаю вам провести небольшое исследование. Внимательно рассмотрите свое тело, чем оно покрыто. Да, все наше тело покрыто кожей. А теперь посмотрите на кожу руки. Что вы заметили? На нашей коже есть небольшие отверстия, которые называются поры. Проведите пальцем по коже лба. Если прижать этот палец к зеркалу или окну, то на нем останется след. Как вы думаете, от чего? Да, это след от жира, который выделяет наша кожа, чтобы всегда оставаться мягкой и защищать наше тело. Твое тело – это сложный и очень ценный механизм. Чтобы оставаться здоровым, о тебе надо заботиться. В течение дня ты много двигаешься и потеешь. Пот притягивает пыль, которая забивает поры кожи. Чтобы кожа дышала, мыться нужно каждый день. На всем, к чему ты прикасаешься, живут крохотные организмы, которые нельзя увидеть невооруженным глазом – микробы. Некоторые из них являются возбудителями болезней. Когда кожа становится грязной, она перестает защищать наше тело от микробов, и они начинают на ней размножаться. На один сантиметр приходится до 40 тысяч микробов. Рассмотрите внимательно еще раз кожу своей руки. Как выглядят микробы? Да, микробы невооруженным взглядом разглядеть невозможно. Вспомните, какими приборами пользуются ученые, чтобы изучать микробов. Конечно, это микроскоп, который позволяет увеличивать изображение в несколько раз. А теперь главный вопрос нашего урока. Как вы думаете, чего боятся микробы? Микробы. Предположите. Это мыло. Все микробы, ребята, боятся обычного мыла, которое есть в каждом доме. Мойте руки с мылом, и обязательно все микробы, которые есть на ваших руках, просто-напросто погибнут. Рассмотрите данные картинки и расскажите, как нужно ухаживать за своим телом, волосами, ногтями и зубами. Конечно, ребята, мыть тело и кожу нужно каждый день. Зубы нужно чистить ежедневно два раза в день, утром и вечером, и тогда они будут здоровыми и крепкими. Умываться нужно по мере необходимости, а вот руки по мере загрязнения и каждый раз перед едой. Волосы нужно расчесывать ежедневно, а девочкам еще и собирать их в прическу, чтобы выглядеть опрятными и аккуратными. Ногти нужно подрезать по мере их отрастания. Я думаю, что все эти правила вам знакомы, и вы их знаете. Подумай, где самое большое скопление вредных бактерий? У вас дома или в общественных местах? Да, ребята, самое большое скопление микробов в общественных местах, там, где проходит много людей. Школа – это тоже общественное место. Рассмотрите внимательно картинку и укажите места в школе, где есть скопление вредных бактерий. Конечно, придя в школу, вы открываете дверь. На ручке огромное количество бактерий. Здороваясь друг с другом, вы передаете вредные бактерии другу, а от него берете себе. Занимаясь физкультурой, трогая различные предметы, которые вас окружают, также есть риск, что микробы попадут на ваши руки. Когда вы держитесь за перила, ведь не только вы за них держитесь. А если у вас есть такая вредная привычка, как грызть ручку, то 100% что микробы попадут к вам в организм. Подумайте, ребята, можно ли в школе соблюдать личную лигиену? Конечно, не только можно, но и нужно. В каждом классе есть раковина, и вы можете по мере необходимости мыть руки. В условиях нынешней пандемии, ребята, мы обязательно должны с вами поговорить о том, что же такое COVID-19 или коронавирусная инфекция. Я думаю, что сейчас каждый из вас знает о нем. Это новый опасный вирус, который появился в прошлом году. Но профилактика такая же, как и при любом другом вирусном заболевании. Детям старше 5 лет нужно носить маски. Нужно соблюдать правила личной гигиены, а также стараться соблюдать дистанцию. Соблюдая эти правила, вы оградите себя от лишних заболеваний. Подумайте, ребята, гигиена наша ограничивается только уходом за телом или же нет? Расскажите, как вы ухаживаете за своей одеждой и обувью? Да, ребята, чтобы выглядеть опрятным, нужно ухаживать не только за собой, но и за одеждой и обувью. Одежду стирать и гладить, обувь мыть, чистить, смазывать кремом для обуви. Помни, и для учебы, и для отдыха одежда и обувь должны быть удобными. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами говорили о том, что же такое личная гигиена. Личная гигиена – это уход за своим телом. Вы узнали, что микробы и бактерии боятся обычного мыла, которое есть у каждого дома. Запомнить нужно навсегда. Залог здоровья – чистота. Как говорил великий умывальник Майдадыр, надо-надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистам – стыд и срам. Стыд и срам. Я думаю, что каждый из вас, ребята, соблюдают правила личной гигиены. Это ваше здоровье. А теперь давайте подведем итог, как вы работали. Выберите картинку, которая соответствует вашим эмоциям сегодня. Первая картинка – это радость. Мне все было понятно и интересно. Задумчивость. Мне было интересно, но остались вопросы. Вы испытываете чувство грусти. Вам было сложно на уроке. Оценили себя? Молодцы! На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова